Долгопят Потому что, в отличие от других приматов, долгопяты живут исключительно на деревьях, где свивают гнездышки и там выхаживают потомство. На Сулавезе жили долгопяты в таком количестве, что мы даже сбились со счета, описывая их под виды. Сегодня их значительно меньше. До начала коммерческой вырубки лесов на Индонезийских островах единственными и естественными врагами долгопятов были змеи и сувы. Сегодня к списку, помимо лесорубов, можно добавить еще и пестициды и гербициды. Кроме того, находятся Homo sapiens, кто охотится на этих беззащитных зверушек. Долгопяты очень хрупкие существа. Они очень привыкают к средеобитания. И если им кажется, что что-то в их привычном окружающем мире изменилось, они просто могут покинуть это место. Так что опасность кроется не только в очевидных вещах, которые принесла с собой цивилизация, но она может носить и психологический характер. В эти дни зоологи ведут перепись сохранившихся особей. Ее итоги пока не выглядят утешительными. В одном из лесов региона Тангока сохранились не более тысячи обезьянок-долгопятов. Субтитры создавал DimaTorzok